папа пришел папа привет я так рада что ты вернулся я очень скучала доченька я тоже рад тебя видеть и конечно рад что снова с тобой рядом но тогда проходи так чемодан на место и садись тебе что-нибудь налить ну да можно было бы поесть чего-нибудь сейчас мне еще осталась картошка с фрикадельками ничего себе молодец моя хорошо готовишь спасибо большое папа тут еще немножко подлива так и можешь мне еще налить чего-нибудь купить да конечно а чего тебе но он не знаю что есть у нас чайник сломался поэтому только кофе либо вода о а молоко есть да молоко есть давай тогда молоко сейчас нальем вот держи спасибо доченька пожалуйста ну что как ты и что врачи сказали да все хорошо да пап тут такое дело что дорогая не бойся говори я не ругаю ну я бы хотела попробовать сходить на фигурное катание пожалуйста дай мне попробовать не знаю даже я конечно не хочу тебе отказывать заниматься тем чем ты хочешь но на данный момент мы не сможем возможно тебе обеспечить эти тренировки почему ты думаешь что я брошу и все будет напрасно нет я обязательно хочу достичь своей цели мы же говорили на эту тему уже поздно вот поэтому нет ничего не поздно я смогу хотя бы один раз ходить моя хотя бы на льду сумей постоять тогда посмотрим пока давай закроем эту тему хорошо я смогу постоять на льду да даже прыгну прямо сейчас пойду и докажу где мои коньки все вот и коньки на дело так чтобы на них дайте еще вау не так круто кататься тоже сейчас покажу так ой у тебя все в порядке да я в полном порядке ой как стоять о не так уж и просто это все так ладно еще разок ай-яй-яй-яй к как ойbreaker я брижок ай-яй к во фигуристка story или кто то вообще я не фигуристка я хочу ею стать. Но в такие годы... Тебе 11, наверное. Не больше. Мне 13. Пф, тем более. Уже поздно, дорогая. Никогда не поздно. Ну да, ну да. Это поговорка не для фигурного катания. Удачи. Спасибо хоть за удачу. Ай. Так. О, раз. Ай. Тебе надо ноги. О, получилось. Так. Опа. Ай. Прыжок. Прыжок. Ай. О, как больно. Еще. И еще. Ай. Это невозможно. Девушка, прокат окончен. Мы закрываемся. До свидания. Подождите, пожалуйста. Еще один прыжок. И раз. А. Видимо, не стать мне фигуристкой. Как папа говорит, нужно переспать с мыслью. А потом уже посмотрим. Так. Сейчас нужно найти Айлису. Айлису. Привет. Ам. Привет. Как твое настроение? Как обычно. Ясно. А у меня небольшой вопрос тут. Во сколько лет ты начала заниматься фигурным катанием? Ну, с четырех лет. Ого. Понятно. Спасибо. Угу. Скажи, а у меня вообще есть шанс попасть на фигурное катание? И прыгать в тройные? Или хотя бы двойные? Или хотя бы для начала просто что-нибудь прыгнуть? Ну, может на любительское пойти? На любительское? Понятно. Ладно. Спасибо. Я тогда пойду. Ты чего? Обиделась? Нет. Все в порядке. Просто у всех по-разному устроено тело. И мы не всегда можем понять, когда уже кончится это терпение у нашего организма. Но когда это все равно все подходит к концу. И в фигурном катании это происходит очень быстро. Поэтому не знаю уж, что тебе делать. Ладно. Спасибо. Я поняла твое мнение. Спасибо еще раз. Пока. Ну, до встречи. Эри, привет. Как твои дела? Привет. Нормально. Ты как? Так себе. Хочу на фигурное катание пойти. А уже боюсь поздно. Откуда ты знаешь, что поздно? Ну, потому что все говорят, что в данном возрасте поздно идти в фигурное катание. Поэтому не знаю, что делать. А так хотелось бы. Майя, никогда ничего не поздно. Да, время идет, мы растем. Но если ты вправду этого захочешь, то сделаешь все ради этого. Некоторым из-за своей цели приходится идти по головам. Хоть это и неправильно, но настолько они хотят достигнуть своей мечты и цели. Я не хочу, чтобы ты, конечно, шла по головам. Но просто, если ты вправду этого хочешь. Я тебя поняла, Эри. Спасибо тебе. Ты очень крутая. Да ладно. Это тебе спасибо. Кстати, пойдем гулять. Ты же мне предлагала. А я не смогла тогда. Сегодня уже могу. Ну, не знаю. Мне нужно будет у родителей спросить тогда. Спроси. Ну, хорошо, спрошу. И, кстати, пошли уже кушать? А то я проголодалась. Ой, да. Пошли. А то я тоже. Я сегодня из автомата возьму. Ну, я тогда тоже. Я возьму это. Ну, я даже не знаю. Это пускай я возьму. Ой. Я хочу как у тебя кекс взять. Ну, возьми. Он вкусный. Да. Повкуснее, чем это точно, наверное. Э. Май, ты чего? Зачем брать то, что не знаешь? Ну, я думала, это что-то вкусное будет. Давай хоть и выкинем. А то некрасиво так. Ну, давай. Ну, что, Эри, пойдем гулять. Я не против, но... Эри, тебе еще не пора домой. Ой. Здрасте. Это у нас кто? Ты кто? Я Майя, одноклассница Эри. Приятно познакомиться. Да, Сузуки. Это моя подруга Майя. Если хочешь, то можешь с нами прогуляться. Хочешь, чтобы нас выселили? Чего? Ты стесняешься, что ли? Ага, если бы. Надеюсь, она тебе ничего не говорила. Эри, пошли быстрее домой. У нас мало времени. Иди сам. Я никуда не пойду. Я устала от этих запретов. И я все расскажу. Хватит это скрывать. Эри, нет. Домой, быстро. Пока, Майя. Видимо, вы больше не увидитесь. Но пока. В прошлый раз она сказала, что у нее не получится в другой раз. Только один раз. Что-то здесь точно не чисто. Неужели у них какие-то проблемы в семье? Никогда бы по ней так не подумала. Надеюсь, этот, как его. Сизуки вроде соврал, что мы якобы больше не увидимся. А кто он и ей? Брат, друг или кто? Вопрос, на который опять не найдется ответа. Только если спрашивать у самой Эри. Или у него. Но по внешности, в принципе, они похожи. Поэтому все-таки брат, наверное. Надеюсь, мы увидимся завтра с Эри. И с ней ничего не произойдет. Привет, папа. Я дома, как видишь. Привет, моя родная. Как школа? Нормально, как обычно. Сдавали кучу уроков. Уже устала от них. Понимаю тебя. А ты чего без очков ходишь? У тебя же вроде такое плохое зрение. Да, не знаю. Устала от них. Держи. Твоя любимая картошка с капустой. Мои вилки. Спасибо, папа. Так, ну и, в принципе, неудивительно. Пойду на одиночки. И, вправду, очень плохо видно все. Вкусно, вкусно. Так, нужно тебе будет меня научить и готовить так же. Обязательно научу. Ты чего-нибудь будешь? Ну, да, хотелось бы. Я воды попью просто. Точно? Угу. Хорошо. Я с тобой воды попью. Кушай, чего сидишь? Не вкусно? Нет, все вкусно, пап. Может, все-таки мы попробуем одно занятие? Если мне не понравится, то не будем ходить. Мы вроде же закрыли эту тему. Нет, никогда ничего не поздно, пап. Всегда нужно пробовать что-то новое. Мне надоело уже сидеть на одном месте. Я хочу, чтобы ты и мама много гордились. Хочу доказать сестрам, что я не хуже их. И многое могу и умею. Не надо никому ничего доказывать никогда. Мы и так с мамой тобой гордимся. Ты у нас сильная, стойкая и еще много хороших качеств можно перечислить. Даже дня не хватит, чтобы их перечислить. Мы тебя любим, такую, какая ты есть. Папа, дай мне шанс. Я тебя не подведу. Почему ты никогда не даешь шанса? Что мне сейчас? Что маме? Так, Майя, что ты вообще знаешь об этих шансах? Это ужасная вещь, которую я не понимаю, зачем придумали. Нельзя и не нужно давать шанс человеку. Он никогда не исправится и всегда будет оставаться таким, кем он являлся и будет являться до конца жизни. Люди не меняются. Их характер невозможно изменить. Либо если и возможно, то только единицы в этом мире могут поменяться. Ну хорошо тогда. Не хочешь? Я и сама справлюсь. Майя, стой! Что я опять сказал? Что я наделал? Ничего нельзя. Почему? Нужно ли я не имею права заниматься хоть каким-нибудь делом? Да даже пойти на какой-нибудь кружок вязания. Но я так хочу заниматься фигурным катанием. Может у меня все получится. Почему нельзя попробовать? Почему папа так этого боится? Что в этом не так? Это неправильно. Нужно давать второй шанс человеку. И только затем уже делать выводы. Теперь остается только думать самой. Что делать дальше? Если он не хочет, то я сделаю это сама. И я даже знаю как. Все в этом мире возможно. Алло, здравствуйте.